Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Городские подробности» и я, ее ведущий, Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии гость, заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике Наталья Михайловна Лапшина. Наталья Михайловна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы встречаемся с вами в преддверии замечательного праздника, Дня Матери. И уже по традиции, хорошей традиции, сложившейся в нашем городе, в субботу будет проходить грандиозное мероприятие, я считаю, в Мамин городок. Три года подряд это мероприятие проходит, когда-то это было в ЦДТ, и теперь уже два года, если я не ошибаюсь, то это торговый центр Умертау. Вот хотелось бы услышать, что на этот раз, какая тематика будет, что ждет наших жителей? Это мероприятие, как вы правильно сказали, традиционное, и мы гордимся, что оно получается таким масштабным, интересным. А в этом году есть особенность у этого мероприятия, потому что мы приглашаем не только мам, но и их детей. Прежде всего, это дошкольников. То есть на маленьких дошколят рассчитана целая большая площадка под названием «Город маленьких мастеров». Смысл этой площадки и непосредственно там уже секции, которые будут работать, рассказать маленьким детям о разных профессиях, которые существуют, и еще дать им поиграть в эти профессии, то есть сделать такую раннюю профориентацию, познакомить детей. Этот городок будет действительно устроен как настоящий город, будет городская управа, будет более 20 площадок именно профессиональных. Это больница, почта, завод, большая стройка, парикмахерская, автошкола. Везде на каждой площадке будут работать профессиональные воспитатели из наших детских садов. У нас есть кто за что отвечает, какие детские сады, какие площадки готовят. И вообще вот к организации этого детского городка было привлечено очень много сил. И я, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть это и поблагодарить всех, кто провел большую работу. Прежде всего, это наши дошкольные образовательные учреждения, это наши школы, это привлечены также были силы и профессиональных образовательных учреждений, предприятий и предпринимателей. Вот такими совместными усилиями, я думаю, что очень ярко и интересно у нас получится в субботу завлечь и увлечь детей различными направлениями профессиональной деятельности. Но интересно будет не только детям, будут еще и консультационные площадки для родителей организованы. Разумеется, да. Когда мама будет с ребенком посещать наш мамин городок, то у нее будет возможность оставить на некоторое время ребенка для того, чтобы его заняли какой-то игрой. И я еще раз подчеркиваю, что это будут профессиональные воспитатели с наших детских садов. В это время она может посетить сама некоторые консультационные площадки или мастер-классы. Консультационные площадки будут размещаться у нас на втором и третьем этажах. Здесь, значит, будет развернуто полный спектр таких консультаций, как юридическая, психологическая помощь, все учреждения социальной защиты. Это и пенсионный фонд. То есть все вопросы, которые вызывают сомнения, по которым нужно проконсультироваться. И вопросы по образованию детей, и вопросы по опеке и попечительству можно будет задать специалистам. Здесь же будут работать мастер-классы. Мастер-классы тоже очень различного направления. Это и парикмахерские услуги, это и услуги косметологии, и гигиены питания, и поварские какие-то кулинарные вещи. То есть мама может принять участие в мастер-классе и что-то попробовать, и для себя что-то вынести. Мамин городок будет работать еще раз в субботу в торговом центре Кумертово с 12 часов. С 12 до 6 часов мы ждем всех наших жителей этого города потенциальных. А это мамы прежде всего, мамы с маленькими детьми. Ну и все желающие, кто бы хотел прийти, посетить наш городок Мамин в этом году мы приглашаем. Да, но вот смотрите, Мамин городок для детей в первую очередь с профориентационной точки зрения организован. И этой тематике большое достаточно внимание сейчас уделяется не только в нашем городе, но и в целом в государстве. Если говорить про профориентацию, что здесь еще можно было бы выделить, если отойти уже от темы Маминого городка? Действительно, вот эта особенность даже в этом мероприятии праздничном была выбрана не случайно. Это часть большой работы, которую мы начинаем, продолжаем в этом году вместе со всеми родителями, школьниками. И действительно сейчас уже все мы понимаем, что ранней профориентации нужно тоже уделять внимание. Здесь работа должна быть построена системно, начиная с детского сада и до того, как человек уже будет устроен на работу. То есть весь период его обучения. Вообще сейчас говорят, что обучение должно быть непрерывное, оно должно проходить через всю жизнь человека. Это совершенно правильно, и мы учимся всегда. И во все возрастные рамки в нашем городе принят пилотный проект. Он реализуется. Это развитие кадрового потенциала городского округа, город Кумертау. Здесь много направлений. Некоторые из них нам удалось активно продвинуть. Я хотела бы особенно подчеркнуть и рассказать всем зрителям, что осенью этого года, буквально в конце октября, был получен большой грант 7 миллионов рублей на проект создания Центра молодежного инновационного творчества. Так называемый ЦМИД. Это будет составной частью большого детского технопарка, который мы задумали сделать на базе Центра детского творчества. Конечно, без вложений, без финансовых средств, помощи предприятий мы это сделать не сможем. Поэтому привлекаем сейчас все возможные силы, чтобы создать такую интереснейшую площадку для наших детей. С чем это связано? Техническое творчество, инженерные специальности. На сегодняшний день уже интерес повышается, но мы знаем, что это основа экономики, это основа промышленности, это производство, которое производит материальные блага. Поэтому, конечно, на этом, и мы знаем также, что на рынке труда сейчас, к сожалению, все-таки еще наблюдается перекос в сторону юридических и экономических специальностей. А также в связи с тем, что у нас в городе развивается и градообразующие предприятия. И с получением статуса ТОР мы надеемся, что к нам придут инвесторы, именно производственники. Поэтому этой работе уделяется большое внимание. Вот это будет и стратегическим направлением, я думаю, в ближайшие годы, пока мы не выстроим четкую систему профориентационной работы. Ну а сейчас мы делаем первые шаги, они удачны, они заметны. Мы работаем с родителями. Вот буквально вчера у нас прошла ярмарка учебных мест для детей. И думаю, что это будет только развиваться. Да, но наша главная задача – заинтересовать детей, чтобы они уже в будущем правильное направление для себя выбрали. Конечно. Если говорим об образовании, то здесь ведь всегда происходят изменения. И постоянно мы говорим о том, что ЕГЭ меняется, модернизируется. Что в этом году, какие-то изменения будут? Вы знаете, я могу сказать нашим зрителям, что на сегодняшний день сейчас у нас действительно три больших направления, над которыми мы работаем в данный момент. И первое – это, конечно, повышение качества образования. Эта задача никогда не снимается. И непосредственно сейчас, вот с сентября месяца, мы уже реализуем дорожную карту по подготовке, проведению и организации государственной итоговой аттестации. У нас разработан очень подробный план, дорожная карта. Мы по ней следуем. И это задача номер один – подготовить выпускников к сдаче итоговой государственной аттестации. Это ОГЭ и ЕГЭ. Новшества есть. Прежде всего, они касаются девятиклассников. Мы на родительском собрании очень подробно об этом говорили. Я еще раз напоминаю родителям, что у нас на официальном сайте есть ссылка, большой баннер, зайдя на которую, вы сможете получить всю информацию. Там выложено и расписание экзаменов, там выложен и план профориентационной работы, и все объявления, которые будут касаться и целевого приема, и так далее, и так далее. Поступление вопросов и особенности ЕГЭ. И ОГЭ в этом году. Второе направление связано оно с качеством педагогических кадров. И я хочу сказать, что это направление, оно тоже очень стратегическое. Мы этому направлению на следующий год будем уделять особенное внимание. В чем оно сейчас выражаться будет? Это повышение квалификации учителей, это введение профстандартов учительских профессий. И это очень большая, серьезная работа. Потому что, как отметил и министр образования нашей страны, что фигура учителя, она ключевая. Именно от него источник знаний исходит, и именно он вершит процессы воспитания и образования. Третье направление, о котором я хотела бы сказать нашим телезрителям, и прежде всего родителям, это то, что буквально с завтрашнего дня у нас начнется в городе большая кампания по независимой оценке качества образовательных услуг. Это новое веяние, оно уже год, наверное, как вводится в разных сферах, это социальные сферы, это и образование, культура и здравоохранение. Дело в том, что государство хотел бы получить от получателей услуг обратную связь. Да, обратную связь. И узнать, как же оценивают ту или иную организацию определенную. Вот конкретную школу, конкретный детский сад. У нас на сайте нашего города завтрашнего дня появится ссылка, вход в эту систему, где можно будет выбрать любую школу, соответственно, где учатся ваши дети, уважаемые родители, и оценить качество образовательных услуг. Я подчеркиваю, не только качество самого образования, но и тех услуг, это значит условий, при которых получают дети образование. По каким критериям можно оценивать? Критериев вообще 16. Но вопросов гораздо больше, потом они будут сфокусированы в 16 четких критериев. Это и информативность, это и доступность, и уровень преподавательского состава. И по этим 16 критериям мы сможем сделать большой глубокий анализ и составить рейтинг образовательных учреждений. Такой рейтинг будет составляться и всероссийский, но нам, конечно, важен он в масштабе города. И это первое. А второе, по анализу каждой из школ мы сможем выделить проблемные зоны, слабые зоны, сильные зоны и то, над чем нужно будет нам работать. Какой-то объективный контроль этой оценочной системы? Я очень надеюсь на объективность наших родителей, на их ответственность в этом случае, чтобы оценить, потому что мы в родителях видим только партнеров, наших единомышленников, потому что мы заинтересованы стороны в образовании и воспитании наших детей. Наталья Михайловна, начали мы программу с того, что мы говорили о том, что в субботу Мамина городок в торговом центре Кумертаун, вот еще в пятницу нас ждет еще одно мероприятие, это КВН в этом году, вообще движению КВНовскому 55 лет, совсем недавно мы отметили пятилетие городской команды «Огурец», и сейчас вот еще один КВН будет в пятницу. Расскажите, что здесь мы сможем увидеть? Да, это тоже традиционная, уже 6 лет у нас такая действует система, когда игры КВН проводятся два раза в год. С чем это связано? Осенью мы проводим фестиваль, он дает такую стартовую отборочную площадку, где могут участвовать множество команд, и мы приглашаем и школьные команды, и команды профессиональных образовательных учреждений, а вот уже непосредственно ко дню юмора, к первому апрелю, проходит кубок главы администрации. Это тоже игра КВН, она уже более статусная, более, может быть, на целый уровень качественная. Поэтому мы на фестиваль также приглашаем всех, всех наших зрителей уважаемых. Это пройдет в РКМЦ «Дуслык», я думаю, что все получат удовольствие. Спасибо большое, Наталья Михайловна. Зрителям напоминаю, сегодня у нас в студии была заместитель главы администрации по социальной и кадровой политике. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин